Кто-то пропалил? Да я не пропал, у вас интернет не тянет. Понятно. То есть вы преподобного Иосифа Володского называете... Абсолютно, абсолютно я его не признаю. Мы молимся, поминаем святых 77. 77 пророков, апостолов, святых русских, Антония, Феодосия, Сергия Радонская, Серафима Саровского. Иосифа Володского никогда не поминаю, поминать не буду. Он может быть в аду горит. Сколько он душ погубил. Христос говорит, любите врагов ваших. Он даже князя, который не хотел казнить никого, наконец он добился, инквизиция началась в России. Теперь мы моргать должны. Когда указываем, что погибло в католической церкви, они говорят, у вас Иосиф Володский что делал? И все, уста закрыл. Я могу только назвать его на разбойник. Вторство церковное правило. Почему с Нилом Сорским он сражался? Нил Сорский говорил, церковь может бедная быть. Почему сегодня только на патриархе Кириллову все эти яхты считают? Хорошо. Секунду. Последнее мое слово. Когда придут к вам и будут вас выгонять с этих ваших насиженных мест, вы сейчас сидите там, проповедуете, все молодец, хорошо делаете. Когда к вам придут, не начнут вас оттуда выгонять. Найдутся люди. Меня уже выгоняли, все отнимали. До конца меня выслушки, я услышал, не перебивал. Вы вспомните его с Павловского, вот ему помолитесь, он вам поможет. Я вот уверен. Так вот хулить цветы, вы вообще знаете, его с Павловского устава на монастыр, как они там служили, так они молились, что те, кто под эпитими был в монахе, за них частички не вынимались, они стояли в притворе, в исполненном белье. Знаете об этом? Что печи не топились в храмах земной. И монахи молились вот так вот, как бы, в исполненном белье, без всяких шуб. И он говорил. Михаил, не трати время, у меня времени нету, не надо это даже говорить. Святой он не святой, все кончилось. Это выдумка, что я святым сделал-то? Разве человек может убийцу, который разжег такую ненависть в России? Что вы у меня учите? У меня времени надо слушать басни эти. Святой, который пожертвовал собою, а не тот, который казнил других. Это не рожденные свыше. Это злодеи только могут делать. Иисус говорит, враг голоден, накорми его. Жаждет напоив его. Любите врагов ваших. Это куда прошло? Мимо? Это на горная проповедь. Хорошо. Почему, допустим, за ересь канонически наказывали отлучением навсегда, на всю жизнь, до смерти, да? А за блуд на 15, там, в зависимости от силы блуда, от 15 до 30 лет, и такими было. За что? Подождите, за что 30 лет? Какая? За блуд, за блуд. Ну, за блуд 30 лет? Я, к сожалению, сейчас не буду. У меня на руках таких... Я отвечу, 7 лет. Больше 7 лет нету. 7 лет. За проработание 8 лет. Да, 15 лет, да, минимум, там было даже. За блуды. Вот, давайте, подождите, секунду, я не про это говорю. А кому? 30 лет. Можно закончить? Можно закончить? Ну, 30 лет, вы сразу поясняете, что потом. Можно, да. Там были очень скверные вещи, которые сейчас озвучивать не будем. Не стоит. Не такая беседа. Не частная. Вот. Я про это говорю, что еретик, он отлучался до конца жизни. А блудник, там, допустим, выпускаем 7 лет даже, да? Вот. Но при покаянии еретика принимали сразу в общение церкви, да? А блудника все равно через вот эту эпитимию. Хотя ересь хуже блуда, да? Ересь хуже блуда, грех. Вы говорите, я люблю, что говорить, мы сразу не надо говорить. Вы до конца вы говорите, чтобы я мог дальше ответить на вопрос. Я спрашиваю, нет, я задаю вам вопрос. Сила греха, что хуже? Нам не надо рассуждать сила греха. Церковь установила, я сказал аминь. Все. Шестой Вселенский Собор, второе правило об этом говорит. Михаил, я не придумываю. Какие евреи-то вопросы на вопросы отвечают? Я задаю конкретный вопрос, вы можете ответить? Что хуже, блуд или есть? Я не должен даже отвечать на это, я должен выполнять. Почему? Да потому. Хорошо, еще дальше идем, да. Что хуже, рукобудни или блуд? Мне не дано рассуждать о канонах, которые уже выявлены. Уже шкала висит, шкала. Вот, шкала и шоколад. Мы не про это говорим, мы говорим про то, что рукобудник хуже блуды, отцы говорят. Потому что сие мерзостное состояние всегда под рукой. Что с блудницей нужно договориться, немножко все расстроится. А этот грех всегда, он хуже. Да не надо говорить, написано так. Ничто нечистое в Царство Небесное не войдет. А о верующих написано, об этом говорят. Рожденный от Бога не грешит. Рожденный от Бога не грешит. И дальше. Рожденный от Бога не может грешить. Он даже, появилось ему, он не может. У него противление такое. Почему вы не читаете это? Второе послание Иоанна, седьмой стих. А только грешный, грешный, многогрешный, тысячу раз. И из греха не вылазит. Получил рождение свыше, грех от тебя отходит. Ты его ненавидишь. Павел говорит, я умер для мира, и мир для меня. Два мертвеца не соединятся никак. А, ну я думаю, что вы же стихарь-то носите, вы наверняка читаете в храме-то, да? Каноны-то читаете? Что читать? Каноны читаете? А еще? Каноны, а кто их? Мы каждый день читаем. Ага. Вот, помните, да, неделя о страшном суде? О чем? Неделя о страшном суде. Помните? Ну и что? Ага, помните канон, который читается? Не знаю такого канона. Ну, поскольку... Не надо, не надо. Он в церкви не считается. Церковь это не приняла. Как это? Вы мне будете рассказывать? Ну хорошо, сейчас псалтырь Богородицы. Кто его написал? Я не знаю этого. Никто? Это фальш, это обман. У меня обычный псалтырь. Я не вижу, покажите. Корочку покажите. Поднимите, чтобы видно было, где там кто. Псалтырь. Ну откройте, не-не-не-не. Я посмотрю внизу, кто издал. Вы не закрывайте его. Просчитайте там, вы опять закрыли. Первую страницу закрыли. Просчитайте, кто издал. Мне нельзя просчитать. Не видно, просчитайте. Я тоже плохо вижу. Данилов, Хмусской монастырь. Ну, какой год издания? 2060-2000. Данилов монастырь? Да. Ну, если так, то и это действительно настоящий. Вот. Я не знаю, Богородичная псалтерия. Я не про это говорю. Я поговорю про канон. Который читается в неделю в Страшном Суде. Вот. И там, что интересно, да. Там ни разу не сказано, что грешники, блудники, разбойники, и т.д. и т.п. Но там сказано, не оказавшие милости, не проявившие любви. Вот о чем сказано. Там не о грехах. Вот, в которые сейчас вы говорите, там, я не люблю грех. Это все замечательно. Вы Писание хорошо знаете, как, не знаю, так же, как мне тяжело с сектантами говорить. Мне с вами точно так же тяжело, потому что вы оперируете постоянно Писанием. Нужно его листать. Я, к сожалению, так хорошо его не знаю. Тем не менее, я знаю каноны, которые читаются. Потому что я сам читаю в храме. Вы Библию считаете? По канонам Бог не будет судить. Евангелие Теана 12.48. Иисус говорит, слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Все сгорит. Ни одного канона не будет там. Что вы уцепили за него? Я его проверять даже не должен. Секунду. Потому что у нас есть Библия. Вот она, Библия. 77 книг. Она лежит на алтаре сознания человечества. Замечательно. Суд без милости, не оказавшим милости. Согласны? Милость превозносится над судом. Да, Яков. Отлично. Согласны с этим? Согласны. Но то, что человек добрый, он войдет, не войдет. В аду много добрых. Написано, без веры угодить Богу невозможно. Ибо надо, потому что приходящий в веру, что он есть, и ищущим его воздает. Посланник евреям. Хорошо. А вы читали вообще его свобоводского просветителя? Эту книгу-то вы читали вообще, нет? Не считал. Я его жизни знаю. Не надо. Вы где-то чего-то там услышали? Нет, нет, нет. Я не слышал где-то. Нет, нет, нет. Не надо говорить, я слышал. Почему он сражался с Нилом Сорским? Объясните. Он не сражался с ними, а у них был спор. Как не сражался? Нет, Бог спор. Как? Да они прямо противовес друг другу шли. Подождите секунду. Здесь мы встречаем два монашеских устроения. Одно молитвенное, другое деятельность. Секундочку, я это выскажу. Мы все знаем прекрасно, что монастыруют разные люди. Одни идут по любви, чрезмерной любви ко Христу. Им нужно просто, как человек, который любит кого-то, он приходит, на него смотрит. Как помните, к Авианатонию приходили три станции ежегодно, двое беседовали, один молчал. И так продолжалось 10 лет. И он даже говорит, который молчит, а почему ты молчишь? Он говорит, а мне хватает того, что я смотрю на тебя. Это из жития Памвы. Ему сказали, хочешь видеть не благ, удержи язык свой от зла. Он говорит, я это еще не освоил и не пришел. Ну это уже да. Это другое мнение. То есть, как бы, есть люди, которые приходят молиться. Понятно, что им нужно молиться. Они как скиты. Но есть люди, которые в силу своей грубости духовной, еще чего-то, они не могут. Они могут только физически трудиться Богом. Поэтому для них деятельная работа есть. То есть, камни там ворочат, храмы строят, еще что-то. И Иосиф Володский хотел, чтобы ничего не было, чтобы ничто монаху не мешало. Никакие поля, никакие там заводы, пароходы и прочее. Чтобы просто был молитвенный такой настрой. А Иосиф Володский говорил, что монах должен трудиться, должен зарабатывать себе, чтобы обеспечивать общину, чтобы могли нищих кормить и прочее. То есть, у них были два разных взгляда. На один вопрос. Вот, допустим, вы знаете, в Воламском монастыре, да? Перед революцией незадолго, да? Там был такой монах Дамаскин. Он ушел в затвор, но его оттуда братья вытащили и сделали игуменом. И тогда этот игумен Дамаскин сделал из отставного монастыря обитель, такую, которой равных вообще на Руси в то время не было. Первая паровая машина в России появилась на Воламе. Он умер, его парализовало. От чрезмерной деятельности его парализовало, и он скончался парализованный. Действительно, пролежал еще парализованный. Вот один из примеров, что, конечно, монах должен молиться. Это понятно. Иосиф Володский и Нерсурский – это два просто разных монаха. Это монахи оба. Один деятельный, а другой… Так, Михаил, я с вами спорить даже не буду. Я вижу, что вы совершенно нерожденный свыше человек, и поэтому вас вдолбить ничего невозможно. Вы говорите, как мирской человек. Вы все мирское подгребаете под себя. Вы на благовестие не пойдете. Ни одна душа через вас к Богу не придет. Это невозможно. Для Царства Небесного вы никакой. Я вам говорю о деле. Бог монашиство не устанавлял. Он говорит, идите по всему миру и пропадайте Евангелие. Диане апостолов, 8 глава, 4 стих. Апостолы остались в Иерусалиме, а рассеявшиеся от гонения ходили и благовестовали малые дети. Вы это не делаете, поэтому собираете всякую шушеру. Хорошо. Знаете, был такой недавно канонизированный греческий святой, поисий святогорец? Знаю. У меня книги есть. Ага. То есть вы считаете, что этот монах занимался ерундой, потому что он на монастыре сидел сюда в Калинии. А вы знаете о том, что они говорят? Что русские завоевают снова в Стамбул, но греки воевать не будут. Они нам просто отдадут его. Это обычная греческая... Мы не говорим о тех наносных вещах, которые образовались после смерти старца. Мы же не из его уст это слышали, а кто-то что-то где-то рассказал, кто-то что-то где-то записал. Он ничего не добавит, кроме того, что святые отцы истолковали. Добавлять нечего. Я в Греции был. В Греции был. Самая неверующая страна. Мы сейчас говорим про монашество. Монашество какое. У меня брат там был, только приехал оттуда. Вот, когда ездил туда. С монахом в Келье разговаривать нельзя. Идут в столовую, разговаривать нельзя. Там нельзя. Бог дал, дал речи. Вера от слышания. Не я, а слышание от слова Божия. Римлянам 10 глава 17 стих. От слышания слова Божия. Оно спрятано. Поэтому ничего и нет. Полный разгром. Ни одна страна не имела такой катастрофической развязки. Правитель, чтобы царь, царица все были расстреляны. И ничего не научились. Ничего не научились. Хорошо. Вы помните такое слово, да, у апостола сказано? Лучше сказать одно слово с умом, чем тысячу, там, пустоту, короче, да? 10 тысяч. Это написано в первом послании Коринфовича, 14 глава. А как вы можете сказать, как это все точно сказано? Это речь, это церковно-славянский язык. Затолмели все, и ничего, люди не понимают, как пешки стоят. И поэтому в секты все уходят. В секты растут. Еще недавно было сектантов только 150 миллионов. А сегодня уже 660 с лишним. А православных совсем еще нету. 220 еще. А вы считаете, что это из-за церковно-славянского языка только, да? Мне считать не надо, статистика считает. Не, ну ваше мнение. Еще раз говорю, что не по слову Божию, то пыль и прах. Бог говорит, судить буду по слову своему. Я когда это понял, мои знания не нужны никому. А я в это время на семи языках занимался. Я сравнивал Библию на разных переводах, смотрел. Лучший русского синодального перевода мир не знал. Лучший за 2000 лет. Я это докажу в течение пяти минут. Когда я говорю, меня приезжают в Москву только ночью, и то тайно. Три епископа пришли посоветовать все. К нам приезжают в эту деревню, строим митрополит. Митрополит. И он на службе, Игнатий, скажите слово. Я мирянин, я не священник, чтец. Вы найдите еще, где бы митрополит после литургии просил мирянина сказать слово. Никто даже про это не слышал. Почему? Мы друг друга знаем. Он для нас как отец родной. Ну, хорошо. Все-таки, я думаю, что наш разговор еще состоится, когда вы прочитаете все-таки Пиноккину книжку. Потому что, нет, это очень важно. Вот как вы можете составлять мнение, как вы на предмете не изучите его? Их миллионы книг, миллионы книг. Мне не надо это пробовать. Нет, нет, секунду. Игнатий Тихонович, секундочку. Эта книга для меня одна, понимаете. Вот из всех детских сказок, которые я прочитал в свое время, она, вот эта книга, произвела на меня неизгладимое впечатление. И я понял, что это такая вот, пускай будет мирская детская Библия, да. Вот именно для человека, который далек от Христа вообще. Вот я скажу по себе, да, когда я воцерковлялся, для меня слово Христос было как огонь, короче, который капает на тело. Мне было неприятно. Ну не тратьте время на это, не тратьте. Я спрошу только, а вот-то Юлий Шмидт вам знаком? Ну и что? Не знаком. Исследователь Севера. И он спрашивает профессора, будучи студентом, какие книги я должен просчитать, чтобы считаться культурным, интеллигентным? Он составил список, он говорит, и сколько это нужно просчитать? 750 лет. Он говорит, я ж только не проживу. Поэтому ты вопрос по-другому поставь. Без каких книг нельзя? Он составил тогда второй список. Он говорит, на это сколько требуется? 120 лет. Только я не... Учись считать по диагонали. Со мной в камере один сидел преподаватель второй группы космонавтов, Лодзин Анатолий Максимович. Две книги за день брал. Я пытался его проверять. Он почти целиком цитирует, целеглабы. Можно чудовищно развить свою память, но этому не надо ничего. Выйдя из тюрьмы, он повесился. Нужно знать Бога. Бога. Я совсем недавно о вас узнал буквально вчера. Вчера случайно, я впереди другие, хотел найти толкование на Гадринского-Бесноватого. Именно Ям Златоустого. И напал на ваш канал, там священник читает книгу Яма Златоустого, толкование на Гадринского-Бесноватого. И потом он случайно перешел на ваш YouTube-канал, и увидел вас, увидел вашу проповедь по поводу прощания апостола Павла, как нужно правильно прощаться. И я не скажу, что. Я потом смотрел еще какие-то материалы, не слушал, согласен с вами по многим вопросам. Но мне было интересно, потому что мне один человек сказал, попробуй мне, я рассказал про вас вчера. Он говорит, попробуй спроси у него про Пинокки. Потому что для меня Пинокки эта идея фикс. Вообще, я давно этой идеей загадался, только почитал, что 10 лет назад. И вот, я издал эту книгу, с Божьей помощью издал. Она издана в дореформенной орфографии в русской. Вы знаете, что дореформенную русскую орфографию создавали лучшие литераторы и лингвисты 19 века. Лучшие. Это создавалось практически лет 150 орфографий. Вот эти вроде бы три маленькие буковки, которые потом все эти испоганили современным русским языком, на которые мы сейчас говорим, и на которые вы желаете перевести богослужебный язык. Я считаю, что это не совсем правильно. И того, что сектанты плодятся, это совсем не потому, что у нас на церковном савянском языке. Вы прекрасно понимаете, что другие проблемы есть. Другие проблемы. И проблемы, конечно, в проповедниках. А проповедник должны... Вы правильно сказали, что у священников лопаются вены, потому что они стоят у престола. Постоял, потом сел за стол, потом лег на кровать, потом опять встал за престол, опять за стол. И так у меня, к сожалению, проходит вены лопнули, и все поумирали. Сейчас священников только умерло, знаете, да, в этом году. Очень много. К сожалению. Вот. Поэтому я с вами с чем-то согласен. Я сам, допустим, и на Валаме жил еще в 90-х годах. Сейчас я ездил. Это совсем другой Валам. Это другие монахи. Это уже бизнесмены, там, как угодно их можно назвать. Монахами их назвать тяжело. Я помню тех ребят, которые были, у которых горели глаза, да, которые были рады, что они трудятся во славу Божию, что они совершают какой-то богоугодный труд. Сейчас я ездил, все, глаза уже совсем другого цвета, и другой там блеск у них. Блеск монет. Вот. Это тоже очень тягосно смотреть. 20 лет назад я туда уехал. Вот, позавершенную году я там был. У вас враги есть? У вас враги есть? Враги у вас есть, которые на вашу деятельность, чтобы враждебно настроены были, составляли ролики, говорили гадости, звонили вам по 70 раз за одну ночь. Такие враги у вас есть? Да нет, таких, к сожалению, крадостей у меня нет у меня таких рук. Мне пришлось заблокировать, только где-то за два года, 16 тысяч человек. 250 роликов под моим именем созданы, а я к ним никакого отношения не имею. Почему? Потому что Господь позволил быть на вершине горы. Светильник на вершине не погашенный. И они не знают, каким образом потушить. Мы делаем то, что ни один не делает. Вот слово «проблема», «проблема». Я студентам сказал это слово, я исключаю из своего лексикона. А какое? Нерешенный вопрос. Слово «проблема» больше я не слышать не хочу. А почему? Потому что болтовня идет. Детей беспризорных, 3 миллиона, Нургалиев сказал, министр внутренних дел Российской Федерации. Что сделал, ничего, я образую лагерь. 48 лет начальник лагеря. Без помощи государства, тысячи детей подняты. Деревни, 51 тысяча сел исчезли. Мы образуем село. Нельзя лгать, пить, курить, материться, воровать. Ни одного аборта, ни одного развода. Делайте что-то. Говорит, а вы знаете, евреи все захватили. Знаю. Бороться надо? Надо. Как бороться? А какое оружие? Ко мне еврея привезли, показали. Он там что-то поверил. Сейчас стал священником, ближайшим к патриарху. Наум Израилевич, чистопородный еврей. Следователь, который обратился, стал священником из КГБ. Богословия, понимаете, это Бог делает. Как сегодня пишут в патриаршей газете, здесь у нас выступает доктор богословия Павел Бочков. По-разному к Игнатию Тихоновичу относятся. Но то, что тысячи людей пришли в православие, вы куда это денете? Андрей Акураев спрашивает, знаете, кто самый великий миссионер современности? Я не знал, что он будет говорить. Он меня называет. Он прижал мои книги, приобрел. Я никто и себе ничего не приписывал. У меня нет образования. Я знаю, вот, семикратно в день я должен молиться. После каждой молитвы, которую мусульмане называют намазом, 100 поклонов, ночные молитвы, я получаю ответ от Бога. Вот сейчас мне задали вопрос, вопрос задали здесь. Стоит ли вот это делать? Я говорю, я не молился, вопрос завис. Звонит, мне переезжать из Италии в Россию или нет? Дочери выросли там такие. Я говорю, я не знаю, почему в Италии не молитесь? Там Папа Римский. Нет. Тут люди знают, что вам Бог отвечает. В Италии. Мне из Германии эти слова говорят, с Австралии. Я говорю, я буду молиться, конечно. Вас как звать? Так-то. Перед Богом. Она через неделю, через месяц, два месяца. Я говорю, ответа нет. Нет ответа. Один раз позвонила, я говорю, ответ пришел. Я сразу ей скидываю. Вот такой ответ. А какой ответ? Что Бог говорит? Я написал глава стих книги. Напиши печатными боками. Возьми, пойди к духовнику. Попроси его помолиться. С ним вместе помолись. Что он скажет, то от Бога. И он мне сказал, не езди. И она говорит, я уже все собрала. Это не от Бога ответ. Нет, нельзя. Ты меня просила молиться. Остановись. Я не беру на себя ничего. Кроме того, указать место Писания, на которое Господь мне указывает. Это Слово Божие. Бог говорит через Слово Божие. А вы все городите. Ни одного слова у вас нет божественного. Зачем вам это придумывать? С киевомену Сергею Романову. Знаю, знаю. Екатерина Бурге там, он игумен бывший. Он не должен быть игуменом. Меня спрашивает, я отвечал. На него меня не выпустили. Я ему программу составил. К нему хорошо относился Кирилл, митрополит Екатеринбургский. Он должен был прийти к нему. Слушайте внимательно, программа моя. И сказать, меня рукоположили недостойно. А теперь это ухватили. Тогда он мог себя сам сложить. Он убийца. Двух человек убил. Одного задавил, а потом другого монтировкой убили. Зарыли плитами железобетонными. Он не имеет права быть. Благодати нет. Все его благословения безблагодатные. Нам канон говорит церковный. И пришел бы он к Кириллу, митрополиту, а тот уже обожжен был, когда они решили там строить храм. И там какое было? Путин дал указание, референдум. И все. И в одну ночь спихнули, днем спилили, увезли. Он обожжен, он внимательный. И он пришел бы и сказал, я ему даю программу. Я все оставляю и ухожу. Благословительный меня, владыка. Больше я здесь не хозяин. Но! Я познакомился с одним человеком и указал бы на меня. Разрешите мне к нему поехать. И с собой взять 200 человек. У него много людей. 200 человек на один месяц. Я их прокормлю бесплатно. А после этого по 2, 100 миссионерских пунктов будет. На другой год, на другой месяц, я попрошу его привезти 400 человек, потому что по 2, 200 будет. А на 3, 600. Вот мы бы сколихнули Россию. По благословению митрополита и патриарха. Ни шага в сторону от православной веры. Ничего этого не было сделано. А теперь он уперся. Его выметут, там ничего не останется. Уже храм отняли один. Власть начнет работать. Этими шестеренками до выхода не дойдешь. Башка оторвется. Он ничего не понимает. Им пользуется. Пришел там к Ковальщику. А вот отсидел Квачков Владимир Васильевич. Полковник ГРУ. Пришел с автоматом, с гранатой. Это вообще провокация. Он отсидел. Недавно его выпустили. Что ему делать? Ничего не делать. А он начинает патриарха Кирилла. Продает продапами. Там и Путина. Дайте мне власть от Путина. На 3 дня я установлю порядок. Что евреев сошлет он в еврейскую автономную область. Ну что, нормально что ли? Что вы смеетесь над человеком, у которого ни грамоты, ничего нет. Милиционер. Ему надо за своей душой заботиться. Патриарха не трожьте. Не трожьте, а молитесь за него. Я знаю побольше о патриархе. И однако молчу. Мне дано право молиться за него. Вот у нас был епископ, который ипорхиальное собрание начинал и мной заканчивал. Но сейчас, слушайте, сейчас прислали митрополита у нас, Иванников, Сергий. Он как отец родной. К нам в деревню за 150 километров два раза в год приезжает со свитой. И у нас служит литургию. И мы все вы на интернете выставляем. Нет, это все замечательно. Я вам еще раз говорю, вы... Ну хорошо, с Сергием понятно. Головин Владимир, бывший священник. С Болгара. Знаю, знаю. Он трижды... Его трижды расспрашивает батюшка, что вы думаете об Игнате Лапкин? Ну меня относит даже Андрей Кураев к самым знаменитым. Говорит, я его ученик. Я его учителем не учил. Он говорит, я его ученик, Игнатия. Это он говорит. Его запретили, знаете, да? Знаю, не запретили, а сняли сан. Это не запрещение. Это сан снятый. А сан-то не снимается. Они каноны нарушают все. А он ко мне собирался ехать и не приехал. Молитву по соглашению, 700 рублей. У нас тоже молитва идет по согласию. Мы молимся через каждые два часа. Ни копейки нигде нету. У нас люди с разных континентов. Мы молимся за весь мир. А мы монаха ни одного нету. А то монахи за весь мир. А я говорю, я что, за воробьев молюсь? Так мне Бог отвечает на молитве конкретно. Я в чем я молюсь и получаю в тот же день. Ну, вы считаете, что таинство, которое за деньги делается, это богохульство? Это симония. Кто берет и кто дает, одинаково подвергается извержению. Притом неоднократно, правила повторяемые. Я не за рукоположение говорю, не за хератонию, а за крещение. Разве если нет, таинство, таинство. Если за деньги, деньги, деньги ты платил за таинство, оно не действительное. Я не прибавляю ни слова. Я каноны знаю, перевод делал, симфонию, жития святых, 12 томов и 2 тома настольной книги, 174 жития. Я издал по векам, вытащил все дни. Первый век, второй я отдельно насчитал, а сейчас в интернете стоит. Больше никто этого не делал никогда. Я отвечаю так, что их трясет. А почему никто до вас не делал? Потому что я говорю, не родился еще. О, как вы думаете о себе? Мне думать не надо, Бог думает за меня. Блаженна Фефилак, 900 лет. Почему никто не сказал, что вот здесь вот надо добавить? Вот здесь вот. Я расширяю. 297 комментариев даю. Трехтомник выпустил, которого равных нет в интернете. Нет, ладно. Все-таки меня больше всего волнует моя книга, Пиноккио. Повторите еще раз. Мне книга все-таки волнует ваше мнение, чтобы вы прочитали. Я ответил, ответил Александр Сергеевич Грибоедов. Говорит там у него один герой. Зло присящь, собрать бы книги и эти сжечь. Это все понятно. Есть, ну это же история в конце концов. Сказки. Вы сами назвали сказкой. Михаил, сказки. Сказки на прихсистенном. Это не... Ну пускай это притча будет. Не будут они притчами. Не будут. Будет. Это притчами. Светлана Копылова пела притчами. Там много можно взять было. Но ее попы обуздали. Сейчас она не работает. Да? Да. Ну я певцов, как бы, очень не знаю этих всех. Я заказывал неоднократно. Он собирался ко мне со свитой приехать, отец Владимир Головин. Не приехал. Заболел. Вы слышали? А протокол слышали? Отец Ионики Чихачева. Протокол об Андрею Ткачеве? Нет, 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 отец Ионики Схерхи Мандрит, деревня Чихачева, Ивановская область, Чихачева, Схерхи Мандрит, Ионики. Может быть я слышал, не знаю, а что в сожженных монастырях? Нет, он там просто храм, он там уже более 30 лет служит ежедневной литургии, вот, и к нему туда ездят бесноватые, и он там, ну, иногда их отчитывает. Кому-то помогает, вот, туда очень много, ну, и сектанты, конечно, там прутся всякие, ну, имя, до которой его уже боготворят там, его сейчас тоже маленечко не запретили, а пока отстраняют служение из-за этого, подозрения в сектантстве. Отец Василий Новиков занимался этим, изгонял все, и чем кончилось? Бесов сначала из себя изгнать надо. Ну, да, постой на молитве. Я вам советую, Михаил, не занимайтесь этими делами. Берите Библию, считайте и благовествуйте. Все, вы вцепились в то, что не нужно. Конечно, вам дорого, издали то другое. Пожертвуйте. Не, 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 вот смотрите, вы здесь маленечко сильно категоричны. Вы мастер Маргариту знаете? Мастер Маргариту. Ну, неужели, не знаю, Михаила Афанасьевича Булгакова. Да, вот вы согласны, что это тоже неоднозначная книга? Что кто-то книга, и через нее к Богу... Ну, вы знаете, что он одержимый был, и чем он закончил жизнь. Нет, секунду. Вот, допустим, я вам скажу такую вещь, что для меня его книга, да, послужила толчком, чтобы изучить Новый Завет. Нет, она не может к этому побудить, она к этому не может. Разговор, когда на Патриарше Пуллах Воланд с Берлиозом беседует, вот это можно взять. А играет Олег Басилашвили Воланда. Нет, я говорю, что когда я прочитал его книгу, это было вот 90-е годы, начало 90-е годы, я захотел прочитать Новый Завет. Я прочитал благодаря ему, потом Булгакова не читал вообще. Мне не нужно было, просто я хотел эту книгу решать, я прочитал. Но потом я узнал рецензию одного священника, он сказал, что Булгакова писал для русской интеллигенции, которая уже была отчасти нигилистой, отчасти сатанистой были в то время, и он через эту книгу пытался привести снова в Луну Церкви. Но когда эту книгу читают люди за рубежом, то они идут не к Богу, а к сатане. Он сам одержимый был демоном, и он этого не скрывал. Дьявол приходил к нему, как к Высоцкому Владимиру Семеновичу, неоднократно. Вы согласны, что порой дьявол делает то, что потом угодно Богу? Вы знаете, дьявол принимает вид Ангела Света. Вид Ангела Света, апостол Павел пишет. Вид Ангела Света и в житиях святых. Дьявол уже хотел погубить апостола Павла, когда он сперёг эти одежды, когда он шёл убивать этих, взял грамоту, чтобы можно христиан было убивать. Вы же помните, как он дышал до ненависти в церкви? Помните, как дьявол уже был, он был уже дьявольский, почти. Но вдруг всё поменялось одну секунду. То есть сначала дьявол задумал что-то злое, а получилось, что такое добро, которое даже не при ником. Он рассуждал, сказки не считал. Он знал закон, закон Божий. Вот меня спрашивают иногда, знаю, что я проповедую. Меня не давали работать прорабом, я 40 лет пещи делал в стране. 40 лет. Я поэтому могу говорить с людьми, что надо работать и молиться, как Антонио было сказано, молитва и труд, всё перетрут. Они этого не знают. Они знают, значит, ничего и нету. Надо протягивать. У нас в храме с тарелкой не ходят, в храме не торгуют, с тарелкой не сходят. Да где это видно, чтобы не торговать? Ну, это правильно, это хорошо. Ну, правильно их сделать и хоть в одном храме, правильно. Тоже у меня... Да я это как могу сделать? Я простой мирянин, я же не... Ну, ничего и нету. У вас ничего нет, вы не показать-то. 2.18, послание Якова. Яков говорит, покажи мне веру твою, без дел твоих. А я покажу тебе веру мою и сделал моих. Я и называю вам, что мы делаем. От Бога это. Это благодать делает. Человеку это непосильно. Ну, как бы здесь, это нюанс, как бы, не совсем... Знаете, Михаил, вот в Америке было сделано исследование. Во время войны было так. Готовится там куда-то к наступлению, и пуля снайпера убила подполковника. В атаку вести, и выскакивает сержант. А почему не капитан, почему не майор? Они исследовали. Они не лидеры. Вот выскочил лидер. У лидера должно быть 6 качеств. Записывай. Вы не лидер, но узнать вам не помешает. Первое качество. Воображение. Ты думал, допустим, переезжать куда-то. Ну, в Америку или... Все должен вообразить. Как будешь ехать, как дети, что там с Кораном, с вирусом, что будет как. Второе. Знание. Ты должен абсолютно знать. Вот мы думаем, поездку по всем Европам проехали. От океана до океана. Мы... Все, я все выписал, в каком государстве, какие порядки я целую. Я переплетчик, реставратор. 3000 томов переплел. Я все выписал, ничего не сгодилось. Потому что мы не нарушаем, и правила не работают. Третье качество лидера. Умение. Как это претворить в жизнь. Как ты дом будешь строить, печь делать. Все остальное. Хозяйство заведешь. Четвертое. Качество. Решимость. Серафима Саровскому говорил. Вот ты как-то сделал. У нас не получается. Решимости не хватает. У вас решимость. Отрежьте книгу, а то выбросьте, как вредную. Первый шаг сделайте. Пятое качество. Беспощадность. А как это? Мы же христиане. Так. Если один раз, другой он тебя бросил на силки, по разным причинам. Как Марк. Ходил с Павлом, когда он ходил с силы. А он взял до дороги и бросил их. Варнава-то, они ходили вдвоем. Тогда он больше просить, он не взял его. Тогда Варнава взял его, а Павел силу взял. А теперь церковь видит два светильника, богатых таких. В одном месте это слишком шикарно. Это все можно научиться. Но последнему, шестому качеству не научишься. Если его нет от природы. Привлекательность. Если ты размазня, за все хватаешься. Кого ты привлекешь? Ты таких же сопляков. В тебе должна быть решимость, твердость. Один раз он изменил дело, не выполнил. Еще могу просить. Два раза я его исключаю. Делай отдельно. Ты только под ногами путаешься. По-другому мне нельзя. Мы встаем в 4.40 всегда. Я встаю в 3 часа, в 2 часа ночи. У меня громадная почта идет с мира. И вот замутовал против сна. И стал сон урезать. У меня в среднем уходило 2,5 часа в сутки. Я могу похвалиться моим Господом, который помог мне это преодолеть. Даже санкции МГБ меня арестовали когда. И сказали, думали, несколько отделов в сибирских лесах трудятся. А нашли одного человека. Но я был не один. У меня всегда много братьев и сестер. Но мозговой центр был здесь. 50 томов насчитанное. В каком году вас посадили? В 80-м. Потом в 86-м. А статья? А? Статья-то какая статья? 190 прим у КРСФСР. Она звучит распространение заведомо ложных измышлений, порочащих общественный государственный строй Советского Союза. Я говорю, Бога. Бог, если не Бога нет, я уже клевещу. Я распространяю, но считал, это нельзя делать. Я сказал, Ленин это людоед, бандит. У-у-у-у. Я на стихотворение у меня, говорит, низверглое воскресение Христа, низвергло Рим, падет КПСС в аккордах радуги Иудина колена. Христос воскрес, воистину воскрес. Это все перехватили, не лепили и лепили. У меня ничего не было. Я реабилитирован. Я пришел, когда стал судиться, изъяли у меня по общей государственной расценке 11 миллиардов. Я переводчик с разных языков. Я 14 лет отдал теме масонства протоколам сионских мудрецов. Я абсолютно точно знаю, как события развиваются. Кто хозяин? У меня подполковник курирует. Я открыл дверь и говорит, а там слушают. Я сразу закрыл дверь. Отвещать придется за то, что слышали. Шансов вызвать. Выйти оттуда у меня ноль. Никаких. Ядрок. Помилование Верховного Совета СССР. Нас 210 человек на всю страну было. Пришли. Интересно. Я в это время сижу за столом. В столовой там 750 человек. И кто-то говорит, смотри, указ президиума. Ну, говорит, у нас тут с этой статьей никого нет. А первая подали. Я говорю, какая статья? Я встал. Второго не надо мне. Я на свободу иду. Но получилось 15-го. Узнал я с 17-го. А выпустили 25-го. Я не знал, какой порядок. В это время еще работаю в зоне. Прибегает посыльный. Лапкин, бегом за мной. Я говорю, бегом, бегом, беги. Я узнаю еще. Два часа Москва сказала, чтобы я был за пределами лагеря. Быстрее все раскидал. Кому отдал на выход. Остается пять минут. Я должен выйти за дверь. Меня вытащили. Теперь можете проситься, писать начальнику. Я говорю, я сказал, в центральный комитет партии иду. Что вы здесь сделали? Это хуже от Сменцима. Лагерь смерти. А начальник Бахаев говорит, это ваше право. Мне дают офицера сопровождать меня до дому. Словак Владимир Васильевич. Я потом найду его и отблагодарю, книги пошлю. Как он мне жизнь сохранял. Узнает, что обыск будет. Он у меня приходит в Библию, в просвор и все у себя все спрячет. Это Бог делает так. Бог. Я не трогал бороду, но мне ее сняли. Она у меня в конверте лежит. У меня две бороды. Одна в конверте, другая на мне. Вот как дело-то обстоит. Его послали меня сопровождать до дома. Я его уговорил, не надо, я один поеду. Им нужно было меня живым довести до места. За меня взялась Москва. Там ходатайствовали перед Генеральной прокуратурой и перед правительством. ООН запрос сделали. ООН, это, знаете, это не просто так. Мне это не надо было. Но они меня сделали известным. В Америке был, спрашивали, как вам КГБ мешало. Я говорю, никак. Они меня сделали известным, поэтому я у вас выступаю в Америке. Благодаря КГБ. Понятно, понятно. Значит, Сергея Нилосова вы знаете, да? О, не то, что я знаю. А вы знаете, этот был Васильев Дмитрий Дмитриевич в Москве, который раскручивал это. Память, общество память. В те годы это была центральная такая против евреев. И он заходит, а я разговариваю с его там помощником. Он вышел. Лапкин здесь, а вы все годы вас слушали. Я 14 лет занимался этой темой. Все промолотил. Дореволюционная, советская и зарубежная. И все это во свете Библии. Хорошо. Я не знаю, что никто не писал о христианах. Писали. Я называю их, цитирую. Поэтому так популярно было мои занятия в университете, в телевидении, в аудио, когда выступал. Я ничего не придумываю. Интересно, я попал в больницу, у меня позвоночник заклинило от тяжестей. Я на стройке там шпалы, там рельсы раздавлены, прокладки были. И один профессор пришел в первый же день. Медик, я вас много слышал. Я хотел поговорить. Я ему отвечаю. Но вы своими словами-то можете сказать? Библию не цитирует. Я говорю, нет. Я говорю, а я вас сразу узнал. А как? Я говорю, он этот, который в вас, он подходил к Адаму с Евой. Вы хотите меня выбросить за ограду священного писания? А дальше со мной расправитесь. Не выйдет это. И он говорит, о, я потерял всякий интерес к вам. Я говорю, а мне от этого ни худо, ни жарко, ни холодно. Я несу слово Божие. Конкретно, четко. Не, ну я с вами согласен, что не хватает проповедников. С этим не поспорить. Но я думаю, что сейчас у так называемого церковного начальства, так называемого, есть другие установки. У них, наоборот, установка разрушить эту церковь до конца уже, до основания. Сделать из нее такой, какой-то институт, ну, государственный. Да. Какая-то, допустим, католическая церковь сейчас выполняет такую роль. Вот. То есть там все равно люди будут ходить, все равно люди будут свечки покупать. Ну, и, в принципе, что еще надо, да? То, что вы сказали, вы знаете про этого парня, я тоже про него кое-что знаю. Вот все мы знаем про него, про себя только ничего не помним. Как это все было и может произойти. Вот. Значит, еще о чем хотел спросить. Я смотрел ваш... Опять зависло. Заклинило. Зависло. Ничего не слышно. Ничего не слышно. Ни слова. Давайте расставаться, Михаил. Если вы меня слышите, отключайтесь. 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 Отключайтесь.